новый macbook pro 16 года как бы рассказываем тихонечко наша беседа наша беседа про macbook pro 16 года начать хочу с того что рассказать немножко про тачпад то есть люди в обзоре в принципе не понимают когда им говоришь что здесь надо немножко перестраивать сознание насчет того как ты будешь с ним работать да просто посмотрите на тачпад macbook pro retina 16 года это мой основной ноутбук вы увидите что вот левый правый здесь до клика он как бы ну легко это делать одной рукой и я никогда до этого не делала настройках то можно выбрать что имитация вот этого нажатия для вызова дополнительного меню то есть если вот здесь я нажимаю на правую область да и появляется вот это дополнительное меню то здесь нужно на мой взгляд выбирать нажатие двумя пальцами и так для вызова вот этого дополнительного меню знаете почему потому что просто огромный тачпад вот и все и саша в два раза даже два с половиной мне сейчас очень интересно посмотреть даже не на то что саша вот только что вот его буквально в руки взял да с ноутбук с с этим огромным тачпадом с тачбаром и так далее и соответственно мне интересно его мод эмоции услышать но и надеюсь что вам тоже у нас не будет формат обзора какого-то типичного обзора мы просто как пользователи говорим с вами как будто мы сидим где-то как будто вы пришли в гости ко мне с вопросами сидим и пытаемся вам рассказать как можно больше информации о макбуке про 2016 года стоит ли его покупать не стоит возможно пристать подождать про это все расскажу от себя вот я примерно в гости сергею пришел и для того чтобы додумал все потому что сейчас другие времена если раньше могу стоило можно купить было вот макбук 11 за 35 тысяч рублей сейчас вот тут меня покупал двенадцатом году за 78 тысяч рублей он пережил гарантийный ремонт меняли тачпад ну в сервисе меня на самом деле тачпад сборе там еще с кучей деталей то есть по сути мне в тринадцатом году и вот сделали заново был брак тачпадов помнишь начинал курсор то есть сам сгонял по экрану как хотел и я эти деньги потратила я их естественно но это поскольку мой рабочий инструмент уехал очень быстро отбил и он до сих пор работает я его никуда не собираюсь девать то есть он будет про свой расскажу да я себе купил в конце в конце тринадцатого года после того как свою сумку оставил в машине на детском кресле прихожу мне разбито стекло и там нету сумки с ноутбуком 11 обидно я четко решил что надо перейти на большую диагональ этого тренажка взял свой ноутбук за 67 тысяч это была топовая тренажка с ветиной и только анонсировали она стоила дорого это американец потому что мне очень нравится американцы плане того что здесь нету лишних лишний гравировку русской то есть я спокойно печать и на клавиатуру не смотрю я примерно знаю расположение клавиш вот он тоже пережил полезное кстати умение а пережил гарантийный ремонт в плане того что через два года здесь полностью стерлось антивлековое покрытие все раз из того что на экране вот образуются слюни они засыхают ты берешь тряпочку и начинаешь тереть но не слюни разным пирода разные пятна в основном это слюни тут очень ну брызнул тяна засохла то есть и вместе с твой вот начиная с тряпкой тереть если начинает маленький скол незаметный микроскопический и дальше что различные спреи начинаешь как бы в будущем тереть тогда попадает жидкость и покрытие 6 стираться то есть в разутки вот пятна это вот чисто было на тренажках ретин это будущем через два года какой-то американец подал на компанию apple в суд и выиграл дело с тех пор компания apple выпустила специальную программу по замене дисплеев у всех тренажек ретин а у пятнашек тоже помню нет пятнашки не попали потому что у них уже другое покрытие стояло более защищенный более надежный и вот спустя сейчас 16 год я его до октября успел поставить полностью новый дисплей тем самым цена моему букток выросла то есть я упал за 67000 основе этого пара в 60 да потому что в принципе сейчас такой новый стоит 120 ну как бы там уже клавиатура другая как по другой вот и производить лучше но тем не менее того что в россии произошел кризис резко техника по подорожал цене то есть раньше могли я могу тоже свой продать за 70 я сейчас вижу то есть то есть то есть 40 стоит этого 130-140 ну так их уже нет потому что там сейчас продается с другими характеристиками здесь 256 гигабайт еще и сезде стоит но на самом деле сейчас не бойтесь брать в мои вот время во времена вот этого ноутбука 256 гигабайт сезде это нужно было постоянно с собой носить диск и туда сбрасывать информацию сейчас очень помогает iCloud то есть у меня вот рабочий стол здесь он весь перемещен в iCloud вот я его вижу соответственно вот этом ноутбуке даже вот он новый но я туда свои данные iCloud вел увидел соответственно свои данные я вам сейчас просто скажу я тут не смотрю почту или еще что то я вам просто хочу сказать сколько хранилища у меня вот у меня свободно 93 гигабайта из 249 гигабайт и все остальное находится в облаке и к этому очень удобно обращаться она моментально подгружается но для многих минус в том что ну за это платить за тариф тарифный план план iCloud он требует постоянной оплаты и в apple на самом деле незаметно нас подсадили на то что мы платим за apple music за iCloud да даже вот у меня 108 гигабайт свободно и неплохое разделение в последней версии macos то есть видно что сколько занимает там почта занимает 993 гигабайта и так далее здесь поскольку ноутбук свежий то там вообще память у меня практически не занята и я из iCloud могу себе таскать все остальное больше все занимают фотографии да что хранит фотографии на компьютер они конечно очень много памяти жира это так вот свои тренажка произошло 256 очень быстро себя исчерпали потому что я не пользовался облаком и хранил оригиналы на компьютере смотрю а что-то у меня осталось 15 гигабайт там у меня история фотографии большая все время с каждого но макбука переписывал а я пользуюсь макбука с 2007 года вот я постоянно купал новый макбук я постоянно переписывал полностью содержимое особенно с фотографиями хранился исходники здесь и место мне как стратегически не хватало также как айфоны быстро самый первый айфон он дом 4 габайта мне казалось это очень много это было 37 год это вообще на грани фантастики был 4 гигабайта сейчас купил 256 то есть как вот у меня память осталось так же как в макбуке то есть представьте сколько раз выросло качество изображения качество анимации размер фотографии что это как трофически мало и наконец-то я пользуюсь облаком потому что стоит недорого там про 400 или 500 рублей в месяц это деньги вот я не знаю обычно для нас это недорого для кого-то дорого просто один раз сходить победить безусловно заказать хороший хорошим хорошей столовой цена безусловно то есть я подхожу так это стоит как бизнес-планч если стоит победа значит это один день не победу зато как бы я ворошенько очистить место на компьютере когда в обзоре сказал о том что школьникам не надо выбирать вот одну и то есть обидел школьников да но просто вопрос а зачем школьнику такой компьютер зачем школьнику iCloud ну да там надо учиться хорошо и тогда все будет как положено чтобы хорошо учиться обязательно нужно иметь макбук потому что если вы купите мпс и вы больше времени убьете на что на остановку антивирусника для школьника макбук это очень дорого то не забывай границу могут купить на столбку антивирусника на остановку драйверов потом ваш учет на запись только лететь ваш пароль могут улететь вам надо поставить драйвера заходить включить шлем виртуальной реальность вам нужно тоже искать драйвера и так далее так вы молочим она убегает на то что с какого тропички не хватает времени а время это наше время самый ценный ресурс цене чем деньги и покупая макбук вы покупаете по сути делается драгоценное время но вот это правда на комфорт на то что вы скачали приложение на работу то нового функционирует она не выдаст ошибку как вот подписись ваше приложение принудительно завершила свою работу из возникшей ошибки макбук такой тоже бывает бывает настолько редко то есть я вот у меня до этого я пользовался компьютерами дал компьютером сони которая подала ровно один год через год компьютер убивался в хлам он тормозил жесткий диск вылетал здесь это тоже улетает здесь она попадает программу карантинного служения и его меняет либо на новые это если проблема какая-то пара массовая если проблем масса она прям четко меняет ее на новую точно признают да и причем даже сказать компьютер слетел с гарантии точно больше двух лет как у меня она ему больше трех лет и он попал все равно под программу гарантийного обслуживания замены матрицы то есть у вас если вдруг через суд там отсудил то все apple с моментально на сайте объявляет эти компьютеры подают программу гарантийного служения идите меняйте в любом авторизированном сервис-центре вообще такого нет ты через год должен менять компьютер вот мы наши компании там постоянно работники себе покупают ноутбуки на писи так у него слушать максимум 6 месяцев они их выбрасывают то есть дает такой расходный материал за 20 тысяч рублей который ты попользовался полгода и выбросил потому что он начинает тормозить там появляется куча вирусов там начинает жуткий диск тормозить там отваливается вайфай модуль на них невозможно работать работа может только на маках многие хотят мак для того что это комфортно удобно еще стильно надежно то есть ее покупают из оболочки с операционной системы давай мы может к новому перейдем потихоньку это такое начало вступление вы вас тут готовили к тому что новый макбук это не готовы это все понимать это не массовый компьютер комментарии к обзору и понимаю что подожди я дальше продолжить то есть но макбук это могу про для профессионалов многие говорят вот компания по что же запрос такая получилась дети порт для sd-карт когда после раз появился с д карточкой стоянно да да я не раз я пользовался зеркалкой в 2010 году не ну нет что того как вышла шестерка 6s 7-ка мне этот аппарат заменил зеркалку потому что качество фотографии это как 4к и 10 в степи можно заметить только на очень близком расстоянии вот так если глаза и перезду посмотреть о и да не профессионалам если говорить про вот эти карты да есть куча разных сейчас переходников их будет много но у меня в принципе камера позволяет вай-фай подключиться и я вижу там все сложимой памяти вопро вай-фай быстро достаточно передаю зеркалка среду вай-фай ну а можно микро кабель микро юсб адаптер и вперед поехали я помню тоже когда выпустили тренажку ретину многие вот apple все и положение торт они они убили сиди привод тогда все раз поставлял геннон понятно сиди привод через два года даже пройти с д-карт никто не вспомнит это формат уже с ней жил пока вот так вот сейчас время беспроводных технологий пушкам что подключали платежный яр шлем под проводов было до компании apple сделала правиль то что наконец-то взяла и прямо четко твердо и четко сделала шаг в будущее она полностью убила разъем для наушников в айфоне седьмом то есть она той технологии который уже лет который давно пора избавиться на просто убила чтобы зародить дать возможность развить делаем ролик сейчас про новые наушники она наконец-то молодец а про компания полна этим куку взять и многим кланяться то что вот они убили юсб вот эти 20 30 это устаревший порт если они здесь его сохранили бы я и сохранили тот же sd-карт производители новых фотоаппаратов они настолько ленивые они настолько экономные заинтересован только в деньгах чтобы как меньше вещей заложить то есть не готовы вот сэкономить на всем буквально на вай-фай модуле разложить побольше денег а теперь они обязаны просто делать вай-фай туда внедрять юсб си и прочее за то что за счет того что технологии уже другие мир поменялся нельзя во время стоять на одном том же месте на постоянно развиваться даме 10 минут или здесь нет ни одного из 2 порта это наоборот хорошо теремизирующие здесь есть порты новый порт да совершенно новый новое поколение портах комплектом зарядка и не знал двухметровый кабель толстый и выглядит он вот так вот прикол в том что заряжать можно с любым портом то есть многие плачут по поводу максейфа но здесь есть два нюанса во-первых максейф нужен для того чтобы вы свой ноутбук не уронили на пол даже если вы новый мак уронить на пол с ним вряд ли что-то случится то есть сломать его это очень интервьюальная задача это 1 2 заряжать можно от любого порта с любой стороны вот этим кабелем и он скоро вы его сможете найти в любом офисе максейф это как бы вот вы его купили золотой стандарт есть зарядка у вас дома есть зарядка у вас на работе и больше зарядки вы не найдете а вот с этой штукой если вы придете даже где-нибудь в уганде там в коем-нибудь отель скоро то там юсб си наверняка найдется потому что уже есть телефоны жесткие диски компьютеры ну так было 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 я тебе перебью причем производители железа уже давно договорились и хотели унифицировать этот порт сделать единую еще три года назад когда и с бисе только появилась то есть этот порт сделано того чтобы все производитель железа унифицировали стандарт своей зарядки то есть будущем iphone 8 по всем слухам появится тоже везде си для того чтобы от зарядки для макбука заряжали телефон и макбук и плеер все то есть мы можем спокойно купить на зарядку заряжать аппарат из бисе плееров самсунг xiaomi телефон аккумулятор все от одной зарядки да но пока и дальше больше скажу это снижает цену цену заряда устройств от максей 2 сейчас стоит 6 96 999 рублей заряда устроит для макбук стоит 7000 рублей и многие покупают китайской заряда устройств чтобы сэкономить эти деньги но постоянно убивалась стирала она горит а теперь не надо просто покупать apple оригинальный выкупать сам дешевый провод за 300 до 400 рублей они будут только дешеветь и покупаете а вот это было врачок адаптеры на адаптер цена снизилась да вот это вот адаптер который был еще для макбука из диме а юсби юсби силе зарядки я еще потом покажу адаптер нонда неплохой очень очень даже не то что неплохой отличный обычный переходник на юсби а вот это переходник привезут мне тут недели один монитор очень качественный и он прекрасно работает с новым макбуком через переходник на thunderbolt 3 потому что thunderbolt 3 ну вот собственно вот этот разъем в таком формате все поддерживает просто apple модифицировал его и можно название присвоил thunderbolt 3 хотя это обычный из бисе 4 монитора можно подключить вот к этому он букву многие спрашивают почему это про почему про давайте мы сменим имя давайте это будет не макбук про просто банк бук на самом деле не стоит ничего менять потому что здесь есть в общем-то свои особенности это очень производительное долговечное надежное устройство для профессионалов самого разного рода и вот мне написали мне один вопрос смотри саш здесь четыре порта юсби си если ты говоришь что могу заряжается от любого порта что будет если овощи к каждому порту подключу заряду устройство заряда четыре раза быстрее подожди будет но отключится зарубежные обзорщики произвели эксперимент включили сразу четыре зарядного устройства не с вами случились про два компьютера что данный макбука больше не заряжается да при этом как бы оценили он заряжался взяли перехитрили всех обыграли всех переиграли всех защита от бурака называется один два три четыре и чтобы дальше угадайте сгорела плата которая отвечает за зарядное устройство данного макбука рост перегорела больше вообще нет такого устройства не заряжался это уже все можно спокойно идти менять или сдавать тоже гарать вам уже откажется то что просто перегорела эта схема контрольного питания дальше по поводу прошки почему то сергей сергей опять же говорит почему нельзя было индекс не про потому что этот бук мог себе позволить только профессионалы он нужен только профессионалов обычному потребителю обычному школьнику домохозяйки не нужно вообще кошка для не сделали макбук 12 буквы ну принципе и ранее уже все считаю пережиток прошлого потому что эти люди домохозяйки или там прочие там офисные менеджеры секретарей им надо 12 макбук то есть легкий могу который положил сумку типа айпада или айпад до статьи про но я считаю что айпада тоже тоже пережиток прошлого того что нет он себя полностью изжил то есть айпад используют только даже фильмы постели на него смотреть на ногу уже некомфортно стал шампорт нет он тяжелый и он неудобный когда нужно нет воздорогой айпад зул айпад про должен был так быть такой же как surface то есть когда ты когда у тебя не айвес на планшете на большом а макуя если бы помогу поисла покупали очень много людей то есть так также вставил в которую у тебя полноценный компьютер вставила у тебя там компьютер а вес оболочка который тебя очень ограничит их возможности поэтому планшетов айпада полностью отказался кстати рынок планшетов очень здорово обвалился разрушился практически из-за того что компания пола сама его разрушил выпустив телефон плюс то есть плюс не заменила все айпады которые есть то есть я вот использую только один телефон то есть у меня теперь айфон и макбук больше из рабочих лошадок компании пола ничего не использую у меня вокруг много людей у которых айпад и вот и подменнее на работе валяется разряжена уже полтора года я там уже батарейки от батарейки не осталось то есть планшетах отменить на рубил ну ладно перейдем дальше прожки тут нет ни одной пластиковой детали то есть если вот здесь был вот этот пластиковая штука то сейчас ничего в макбуке пластикового нет и это как бы тоже отличие то есть вы можете посмотреть с другой стороны если саша покажет все вот эти вот вырезы они нужны для вентиляции покажу здесь раньше не хмурантин такая сейчас ничего нет то есть полностью металлический ну и потом вы наверное обратили внимание то что цвет ноутбука это вот space grey один из доступных цветов есть еще серебристый и есть по изгры мне сказать серебристый уже привелся вот space grey очень здорово смотрится я себе буду брать вот такой не только из грей буду брать и причем я сразу хочу сказать что я вместо тренажки меня спрашивает саша какую-то диагноз будет быть я понял что до 15 это уже пережиток тоже прошлого то есть если раньше чем менять меньше экран тем лучше тем комфортнее тем удобнее то сейчас производитель настолько уменьшил толщину компьютера вода сравним тренажку и пятнашку они уменьшили вес то есть раньше мне было вот комфортно было таскать ноутбука то потом я комфортно таскал свою тренажку ретину но испытывал неудобства в фотошопе там в ворде потому что приходит чурить приглядываться мне нужно было больше диагональ и вот мой теперь выбор это 15 потому что она стала тоньше она стала легче и за счет диагонали мне теперь будет намного комфортнее работать во всех моих приложениях с сайтом с редакторами с графическими давайте сперва еще я скажу почему бесполезно воровать этот ноутбук то есть здесь во первых участок стоит защита отпечатка пальца но как работает не очень скоро я сейчас покажем но если вы продвинутый mac юзер то вы знаете что через если его выключить нажать cmdr и подождать то у вас появится возможность восстановить систему и вы можете ее в теории восстановить но там вы упретесь в то что надо вводить пароль icloud пароля icloud у вас нет ну и короче ничего ничего с ним не сделаете а тут есть еще шифрование и если это шифрование в настройках включить то там воровать его станет еще бесполезней в общем мой совет для владельцев макбуков про новых и для воров если вы такой ноутбук украли и вам приходит сообщение о том что верни за вынуждение там за 5000 хотя бы до лучше возвращайте потому что сделать ничего с ним нельзя только разобрать продать на запчасти эти немножко перебью но это залет тоже раньше если крошку украсть то можно было перепаять там один чип за 15 тысяч рублей можно было спокойно пользоваться то часто есть материнская плата который вот ремонтопригодность этого ноутбука по десятибалльной шкале один но может только разобрать больше ничего не сделаешь да можно там поменять какие-то детали в сервисе ничего только материнская плата то есть здесь по сути дела корпус и экран здесь вытаскивать материнская плата там материнская плата в нее оперативная память видеокарту это пойму а там эти два и все это материнская плата привязана к этому это кнопочки также день да то есть и прорез еще осматривать полоску полностью до тач-бар теперь 100 тысяч рублей 100-150 тысяч рублей будет то стоит только общего были паролит него всем ворование всем владеют она смысле новый да да только новый купить то есть я вам советую во первых использовать touch айди как на айфонах мы уже привыкли мы сейчас покажем но вот смотрите да мы сейчас с вами проведем эксперимент вот я его закрыл вот его открыл вот он сразу запросил touch айди вот я в системе 1 счет 1 1 я в системе можно повесить у меня здесь пальцев моих несколько плюс пальцы жены чтобы она могла легко пользоваться причем кстати если жена прислали свой палец для нее откроется ее рабочий стол можно сделать так а можно сделать так что у нее будет полный доступ не скрывать нечего поэтому не полный доступ теперь по поводу некоторых особенностей то есть вы не забудьте до добавится отпечаток пальца включить найти маг и так далее то есть вести по все необходимое для айклауда то есть это стоит использовать это вам действительно поможет экран в принципе разрешение изменилось но он стал ярче на 30 процентов 50 процентов на 60 даже по моему 60 то есть вот это сейчас здесь максимальная яркость используя по сравнению с моим тринадцатого года на все 100 он меньше стал бликовать на солнце на солнце стало контрастность на ногу лучше то есть фильмы если на моем на 13 13 года на 12 года смотри фильмы на солнце ли день за границами реально то здесь может спокойно открыть фильм о солнце и при достаточно высоком будет видно огромный тачпад но поэтому уже рассказывали не зря говорил что здесь проще использовать нажатие двумя пальцами чтобы что-то делать с меню чтобы вернее для вызова дополнительного меню да вот она появляется вот в принципе touch bar 3 в смысле touchpad требует небольшой привычки потому что он просто большой плюс он поддерживает for стать то есть здесь есть куча каких-то дополнительных вот этих всех удобных вещей типа просмотра контента если вот длительное нажатие то есть превосходный экран все это очень здорово очень радует а если говорить про touch bar тут как как такая же ситуация сири кстати заработала такая же ситуация как пласт playstation 4 то есть пока не так много приложений его поддерживают в основном это тот софт который уже установлен но потихоньку появляются сторонние программы то есть вот у нас есть appstore здесь кстати моя замечательная любимая программа captain ftp который я купил сто лет назад и загрузил на mac а вот здесь есть подсказки для того какие программы уже сейчас поддерживают touch bar это one ps вот замечательная программа который стоит 5000 рублей диджей про и так далее и тому подобное то есть ну если вы посмотрите то здесь нет игр это файл кат про и так далее через годик ситуация кардинально поменяется даже как часами короче вы ходили там очень было мало приложений которые поддерживают с каждым до с каждым днем эти количество приложений все увеличивается соответственно функциональные кнопки у вас никуда не делись то есть вот пожалуйста нажимаете function и у вас они появляются ну а когда вы начинаете общаться с кем-то и у нас здесь появляется соответственно меню touch bar для сообщений где мы можем выбирать быстро смайлики эмоции какие-то дополнительные вещи да и так далее при этом у нас всегда доступна полоска для регулировки громкости и для других вещей и вот эти кнопки можно все другие присвоить здесь есть специальная менюшка туда можно перетянуть любую сервисную кнопку да это вот например finder если мы идем в вид и выбираем кастомизируется у тачбара то у нас появляется перетенит покажи как этот класс смотрит да ну вот допустим вот этого нити пункт меню и вот у нас мы его можем вот таким вот образом здесь регулировать положение происходит любое местоположение как вам удобно так шея у нас тут уже есть next step move to trash ну допустим move to trash я хочу сделать вот сюда и делаю магия но допустим safari тут много интересного например вот я вижу все открытые вкладки да и могу между ними перемещаться плюс есть кнопки быстрого доступа например от apple вот можно быстро открыть facebook или twitter перейти к википедию яндексу все это есть и можно здесь быстро перемещаться между вкладками то есть это ну довольно таки удобно на мой взгляд в общем touch bar и сделан он оставляет после себя полное впечатление вещи apple ну то есть часов или iphone а там и так далее потому что очень хорошо реагирует на нажатие вот все работает очень быстро просто легко настраивается это естественно большой большой плюс что касается размера клавиатур ну и клавиатуры да вот клавиатура вызывает у многих вопросы по сравнению с макбуком ход здесь увеличен но многих раздражает почему-то то насколько она громкая вот мне кажется я потом свое мнение кое-какое скажу да ты можешь сейчас уже начинать а то я что-то устал ну ладно очень клавиатура удобно же свое мнение добавлю свой комментарий почему почему я считаю что это одна из лучших клавиатур последнего поколения давай когда мы снимали с тобой обзор про 12 макбук да там была клавиатура первого поколения как раз эту бабочку только анонсировали вот и когда я взял в руки решила напечатать текст у меня сложилось впечатление как будто печатаю печатаю по столу то есть они у меня слепой метод печати мне все равно к этом клавиатура какая там иероглифы что там нарисованы это не вижу меня все в голове то есть я не мог ее стабильно ощущал постоянно путался у меня постоянно пальцы мои промахивали с того что размер клавиш был меньше чем здесь то здесь наконец-то компания поисправилась вот эти недочеты и я получаю эстетическое моральное удовольствие от звука от уходы отхода клавиш и от размера самой кнопки то есть он стал ровно тот размер ровно под мой палец то есть я теперь не буду промахиваться какого это был у меня с 12 макбуком и в то же время вот мне нравилась старая клавиатура как у серёги потому что здесь вот четко мои пальцы прямо знали исход был дольше где какая клавиша находится туда здесь ход был дольше он не первым длиннее ход банально многие пользователи нового макбука про говорит что после новой клавиатуры очень сложно пересесть за старую вы практически будете промахивать то же самое что пересесть записи клавиатуры знаешь которые раньше большие клавиатуры были с таким вот большим ходом клавиши то же самое здесь стало работать намного комфортнее плюс они здесь вот добавили знак рубля вот да знак рубля тут есть по поводу яблочко яблочко тут действительно не горит но надо понимать что все было сделано для того чтобы сделать ноутбук меньше то есть мысли мы сравним две пятнашки наш курить и ну и пятнашку 16 года она во первых меньше стало по длине при этом здесь такой же экран громче стали динамики еще динамики покажу и дам послушать вот но дело в толщине и дело в размере то есть сейчас как-то так неуловимо все произошло что отношения и от использования нового макбук про 15 впечатления как от эра 13 то есть настолько же он стал маленьким удобным и каким-то невесомым теперь по поводу динамиков то есть динамики это всегда плюс кстати на можно настроить в меню поведения вашей клавиатуры то есть это тоже в принципе делается все без проблем и клавиатуры и тачпада давай давай хотел немножко добавить про оперативную память вот многие там заверещали все какая-то прошка 16 габайт памяти это вообще треш это пережиток прошлого самом деле нет потому что оперативная память на большей части нужно для загрузки вашего компьютера это раньше когда у нас жесткие диски были действительно жесткими там используют блины и голов который поставим вот так вот крутилась и было 777 тысяч 200 оборотов это на грани крутизны то сейчас когда ssd не просто как такая вот раньше зизы знаешь что было говорят ssd тоже медленно и созди теперь это у нас часть материнской платы то есть у него порт он ты где-либо телесплату через разъем писи экспресс он стал сколько на там на 200 в него запустили сравнение обычного обычной прошки с сди и но могу к про скорость выдастся на в некоторых задачах на 200 процентов вот это вот недостаток оперативной памяти компенсируется сферах быстрым накопителем твердотельным то есть ты вот эта разница между 16 габайтами и 32 не почувствуешь у меня есть дома макбук аймак 5к я туда поставила специально 32 габайт оперативной памяти было значение 16 думал сейчас предложение заработал в два раза быстрее на самом деле нет раньше мы скачал специально программку clean my mac там была загрузка оперативной памяти все 16 габайт полностью были использованы я думаю ну ладно поставлю 32 чтобы было побольше как бы свободного места под фотошоп нет все 32 габайт тоже полностью были израсходованы потому что она загромождает полностью оперативной памяти и часть она берет у меня аймак ssd тоже здесь стоит часть она закладывает сразу в ssd накопитель то есть она постоянно всегда использует ssd накопитель как часть оперативной памяти так и здесь та же самая технология и смысла в 30 гигабайтах нет это то же самое как когда мы разговаривали про патришн про 4 когда вы там заметите разницу в пять фпс например и говорит здесь 5 процентов будет между 16 и 30 гигабайтами в сложных приложениях потому что компенсаторная нагрузка вина уйдет на сфер быстрый твердотельный накопитель поэтому ругать за наличие оперативной памяти его нет смысла смотри по поводу клавиатуры да здесь больше настроек то есть во первых есть автоповтор клавиши выключены медленно или быстро частота автоповтора символов при удерживании клавиши нажатой то есть рекомендую быстро это делается например для чего например когда нужно быстро удалить кусок текста то есть вот ты его нажал нажимаешь escape и здесь такой же быстрый автоповтор как при использовании обычного обычной клавиатуры старого макбука задержка до начала автоповтора тоже но это вот когда ты зажимаешь клавишу началось действие то есть это настраивается плюс настройка появился touch bar где можно выбрать что именно здесь будет отображаться например расширенная полоса управления то есть все вот эти кнопки или другие вещи насколько это помогает в программах честно скажу что это помогает пока просто быстро регулировать какие-то вот эти вот базовые вещи быстро отвечать на звонок здесь теперь три микрофона используется то есть ноутбук громкий хороший и хороший в смысле сейчас тебе дам послушать музыку скажу яркость тачбара можно увеличить или уменьшить это максимум ну нет она никак не регулироваться то есть вот это вот регулировка автоподсветки клавиатуры вот эта подсветка у нас ну соответственно дисплея насколько известно лет на технологии до города то есть естественно это тачбар пока первого поколения то есть скорее всего в будущем он увеличится в размерах будет полностью черный цвет там сейчас подболка фарит там сирота видна и видно дисплея то будущее думать да ничего там не будет ну вот допустим заметно максимальность дырочки по динамике появились посмотрю покажи что у тебя дырочек нет на пятнашке а тоже есть да и они просто стали больше до конца здесь они на все еще процентов звуковая система там же переделана целиком то есть он стал действительно громче ну раза в два минимум плюс три микрофона то есть и сей работает очень хорошо время работы 10 часов то есть рассчитывать можно где-то на 10 часов и это на самом деле неплохо потому что это все-таки большой производительный ноутбук стоит у нас тут 2.7 гигагерца intel core i7 16 гигабайт оперативной памяти radeon pro md radeon pro 355 intel hd graphics 530 помощь да в помощь они переключаются автоматически в зависимости от нагрузки системы от себя хочу добавить что это не игровой ноутбук если вы заказываете кастомную да почему игровой просто игр мало подожди сюда можно поздравить windows и играть его душе не подожди это не игровой ноутбук и если вы покупаете он не игровой тоже он тонкий там немножко другие технологии в поле снов после устаревшей видеокарты заказать самую топовую видеокарту чистыми гигабайтами памяти rdor то пиковая нагрузка плачьи запятую терафоб смесь в виду будет 18 терафобс как у пассажин 4 2014 года то есть самый топ видеокарта это у нас производитель playstation 4 чтобы понимали на что он наспособен на самом деле а в этой вот змеи гигабайтной памяти один один терафобс сейчас как раз выходит в следующем году nintendo switch такая маленькая портативная консоль да прикольно там скорее 11 терафобс использоваться как у нового надо покупать поэтому вот когда ее будем живую щупать с тобой расскажем стоит ли он своих денег или стоит 250 долларов будет windows стоять сюда не обязательно потому что это можно и которые на нем будут хорошо работать они уже вот есть у вас в стиме их ограниченное количество все многие кстати до сих пор жалуют что на макбуке особо игр под маккурс нету очень жаль на самом деле производители должны уже брать на заметку что пользователей макбуков становится в мире все больше и больше и я бы с удовольствием подграбил в doom на своей макке 5к с производительностью 3 терафобс ну вот сейчас появилась метро last light который уже три-четыре года до который уже три-четыре года но вот она есть она в категории там чуть ли не одно из первое место предплатно да по поводу всего остального вот есть такой раздел игры в макапсторе и здесь конечно сейчас цивилизация 6 на это кстати за игра побила все рекорды по продажам в стиме очень кстати успешная игра и очень крутая да я не жалею то что купил врага время поиграть нет еще даже так толком не удают не удается тамбовский райдер здесь есть наш любимый но это вообще какая-то древняя древняя игра самое первое первое самое смешное стоит обратить внимание 2 290 три года для мака это достаточно же большого мака водов посоветую кстати игры в стиме смотреть для мака это гораздо адекватнее в плане цен потому что в макапсторе они могут стоить просто дороже да все вроде мы рассказали в общем теперь про тачбар когда будет появляться кин толковое приложение и дополнение будем еще рассказывать потому что и саша и я мы собираемся а про цену на 1 сказать там 200 она очень большая вот эта версия стоит 220 тысяч рублей ну сейчас увы не та ситуация которая была в четырнадцатом году когда топовый iphone стоил 30 тысяч рублей все еще говорили о дорого все из-за курса увеличилось ровно в два раза прошка если взять те вот исторические реалии сколько бы она стоила до сотки наверно да еще скажу когда выходила раза до мусора ходила 15 вот когда выходил 15 прошка ретина это было три четыре года назад самое топовое комплекта стоило 7000 вот я вот это покупал за 75 до по-моему до 70 это было 97000 на самом старте потом они резко подешевели то есть и у макбуков про цена то она принципе все каждый от год года похоже то есть вот на прошку стать бармана выросла в долларах до она выросла в долларах нинамну там на 100 долларов по моему вот еще хочу от себя добавить то же самое как с платежем 4 pro для тех кто в тренде спрашивают можно ли это покупать еще и даже не выбрать как раз не перебиваю для тех кто в тренде должен взять и и принять технологии современные то есть заменить забыть старое поколение макбука про и перейти на новое а для тех кто не в тренде да для тех кто ходит с шестым айфоном с пятеркой с 5с с е не нужно сейчас менять не нужно кнаться то есть вы подождите когда производители все эти хорошие шучу адаптеров кучу переходников когда уже юсби когда флешки уже будут магазинах продаваться не связи 3.0 если все будут сисби си когда все камеры будут свои файлы будут эра цифровых технологий полностью когда у нас будет айфон заряжаться от источника свет то есть он лежит вот хочу рассказать про будущее устройство от компании пол когда-то положу так вот телефон то есть если apple сейчас хочет перейти это в получи используется индукционная зарядка то есть должен обязательно положить часы на индукционный браслет и он будет заряжаться индукционным на такую шайбу то сейчас они планируют выпустить все это устройство которое будет тип тайм капсула выпускать электромагнитные волны эти три могу магнитные волны будут держать вашу устройство дистанционно то есть на в радиусе пяти метров будет автоматически заряжаться лежа на столе он будет заряжаться до 100 процентов это дело будущего а дело настоящего в том что я сейчас могу кабелем usb-c usb-c подключить макбук к макбуку про и передать данные как флешки а вот еще один бонус вам расскажу раньше когда у тебя был максейф 2 вот у нас многие покупали xiaomi 20-30 тысяч матч миллиампер час мы хотим заряжать от них макбук можно сделать нельзя потому что уже то 85 ватт и так далее то сейчас можно от обычного аккумулятора xiaomi с выходами usb-c зарядить новую прошку а там есть такой же но это мало здесь по-моему сколько 15000 или 20 а есть 30 тысяч миллиампер и 20 там с выходом такие черненькие тоненькие из бисе можно водить один конец сюда иди сюда и он будет держаться вот это кстати была вечная проблема для пользователей ноутбуков apple потому что не было сторонних сертифицированных зарядок все это левак все это колхоз все это горит и поэтому ну это действительно была проблема и из бисе и снимает то есть можно заряжать и я напомню можно подключить сюда по и из бисе не только sony xperia xz смартфон с юс бисе и передавать данные кабелем юс бисе ну и можно подключить другой макбук маленький в смысле макбук а передать с него файл а давай кстати мы это сделаем у меня есть макбук же подключим их вместе и посмотрим что будет да это будет бонус вот хорошие хорошие переходники нонда я все-таки принес показать этот кабель нонда он армирован кевларом вот переходник при подключении к макбуку он здесь горит сейчас покажу как он горит то есть таких переходников они из металла сделаны есть space грей тоже цвет и они пока решают вопросы все связанные с использованием подобных кабелей вот а теперь немножко немножко космоса потому что в принципе соединить два ноутбука и передать данные обычно эта проблема давай стандерболт покупали да у нас обычный антар болта стандерболта вот я под не мороза кабель во первых у меня зарядка идет во первых у меня идет заряд от этого ноутбука идет зарядка к этому ноутбуку вот это уже на грани космоса а во-вторых только вот если можете от прошки зарядить и 12 и либо от другой прошки зрить другую прошку вот это вот здесь из-за того что используя стандерболт 3 который позволяет заряжать старые макбуки 12-го ну 12-го а как либо а можно от одной профки зрить другую то есть втыкаете сюда другой разума как не данный перенос данных давай возьмем провод вставляем сюда и хотим зрить 12 все пошла зарядка зарядка начинает заряжаться прошку вот это но технология примерно такая у а сейчас вот это заменять я гнездо поменял и заряжается р-пошка сейчас попробую а на рабочем столе там или фандере не появился а снова переводку заряжать 12-го гнездо поменяет выдержать просто да ну а по поводу данных я вижу на самом деле здесь те же документы что у меня находится и здесь в общем доступе да в общем доступе в iCloud и в принципе я могу вот таким вот образом быстро перенести данные если либо если купили новую макбук хотите перенести с него данные там будет перенос данных при установке системы да подключаешь перенести жмете кнопочку перенести данные на другой и он быстро за счет быстрой скорости а здесь у нас Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 у нас показатель до 40 гигабит в секунду выдает то есть данные если 40 вам надо перенести 256 гигабайт вы их перенесете за несколько секунд и уже есть собственно с USB-C очень много жестких дисков как раз профессиональных потому что когда это видео снимаешь там профессионально опять же те данные быстро перенести вот Леша не даст соврать то здесь надо использовать соответственный вопрос поддержка Thunderbolt 3 технологии не каждый USB-C поддерживает ну да но они сейчас дропнули цены на все вот эти вот аксессуары для макбука чтобы народ не плакал вот это хорошо вот здесь как видишь затемняется подсветка и она становится активнее когда ты прикасаешься к тачбару в общем мы постарались рассказать многое про аксессуары для макбука нового еще расскажем про фишки тачбара расскажем когда-нибудь ну а так в целом надо покупать вот и все либо пользоваться старых я пойду куплю в кредит вот потому что для меня это рабочий инструмент и он он быстро самая сам себя быстро окупит и будет работать годами так что этот рабочий инструмент на которую посоветую да посоветую еще покупать расширенную гарантию на три года то есть до окончания года гарантии гарантии которые уже есть купите еще год купить еще дополнительную гарантию опалки и вот в режим ожидания перевернулся равно происходит зарядка сейчас на это на прошке заряжается но вот это кстати интересная штука то что можно заряжать друг от друга 22 макбука на один процент зарядился все 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 спасибо большое храни вас бог